Господи, да, у нас вроде не страшно, че у меня так... Я в комнате? Она стрёмная! Всем привет, с вами Юмилия. Мы сейчас на стриме, да, вот в прямом эфире, будем смотреть Валеру. У меня 12 часов ночи, как я понимаю, здесь будет хоррор. Игра какая-то стрёмная, и стены тонкие. Очень сильно надеюсь, что не закричу. Господи, пожалуйста, я не хочу орать. Ну а ты, если хочешь видеть те реакции, прохождение игры, геншин, аниме, мультфильмы и прочее онлайн, то залетай к нам на Тимич, мы тебя ждём. Ой, господи, давайте. Всем привет, сегодня мы будем сбегать от монашки, которая очень любит грызть семечки, судя по всему. А я думала, у меня ужасная улыбка. И теперь умеет классно. И вот, не надо грызть семечки, значит, тоже будете скусить. Ха, ну мерзкая! Поздравляем, ваш ребёнок выиграл бесплатную поездку в новый летний лагерь, организованную нашей школой. Окружённой заботой и вниманием, ваш ребёнок проведёт незабываемое лето. Лучше бы вы его в детдом сдали, чем этот лагерь с твоим монашкой. Как лодку назовёшь, так она и поплывёт. Витя быстроногов. Я думаю, ему это пригодится в данной игре. Погнали. Let's go! Графика, кстати, хорошая, вроде. Всё, выгнали. Витёк, ты езжай, там норм. У машинки такой ракет стильный, типа, плевать на всех, паркуюсь, где хочу. Я хороший мальчик, не ешьте, пожалуйста. Чё там не нравится ваш летний лагерь, как это подозрительно? Вы уверены? Я прям вспомнила начало Outlast. Вообще. Чё за погода? Где лето? Где конфеты? О-о-о-о! Э, нормальная, нет. Я думала, его сейчас при... Приедут. Я со страха румяна в руку схватила и сжала. Видео громче. Господи, я не хочу делать это видео громче. Мне страшно. Капец. Ещё и кувалда, а чё столько экшона? Это чё, трейлер ботлы, что ли? Добро пожаловать. Просто веди себя прилично, Витя быстроногов, и всё будет хорошо. Я послушный. Сбегите из школы, прежде чем злая монашка поймает вас. Дверь. Дверь мне говорит. Нехило так стукнули. Извините, можно выйти. Таинственное устройство. Ничего не произошло. Не особо и таинственное. Так здесь просто открыто, а чё я? Надо идти по красной линии, я шарю. Ладно, ладно. Господи, да это вроде страшно. Чё мне так... Я в комнате. Она стрёмная. И шо, убить? Ребёнок. Да что детей? Осуждай. Я не могу себя вести приличнее, я с каждым разом становлюсь всё более отбитым. Всё, теперь я ухожу. Ой, тут очень узкие коридорчики у вас. Я мышь. Найди меня. А где выход-то? Ой, это у вас кухня. А я могу сжечь себя. Не послушный кучных детей. Сжигают, видимо. Вот здесь второй этаж даже. Этот мусор явно шумит, если наступлю, да? Ой. Пальво. Никак таки не стыдно. Лично мне плевать на эту картину. А! А ей нет! С какого раза она поймёт, что я не пиньятка и конфетки с меня не валятся? У меня валятся только... Кал. Соси жопу, бабуля, вентиляция на моей стороне. Что, бедняга, дырка в стене тебя снова законтрила? А вдруг он же лезет? Ой-ой-ой-ой! Считаю это очень справедливым. Типа, когда доска кончится, вы мне лицо сломаете? Тогда я сейчас сотру всё. Не знаю, боюсь представить. Ладно, давайте по-другому, по-хитрому. А уже вентиляция шумела? Так просто. Не думаю. Вы гляньте на неё. Растеряла всех детей. Гулять ночью в подворотнях, кайф. Слишком милое видео, давай что-то пострашней. Ха, очень милая миссия. Бабка бьёт молотком ребёнка. Нужен особый ключ. Ключи какие-то. Всё, что я нашёл, это пиздюли. Всё, я погулял, мне не понравилось. Буду шариться у тебя в доме. Что это? Пердохранитель. Это всегда нужно с собой таскать. Не видел ещё ни одного хоррора, где не нужен был пердохранитель. И в пердушку ей засунуть. О, вангую, смотрите, жму кнопку. Ага, я знал, я знал. Не зря тебя таскал. Куда идёт этот голубой поди-позитивный провод? Вон туда, пространительно. Не, реально очень красивые. Ладно, пойду, нормально оставлю. Во. Один есть, ещё дофига. Хм, что это таинственная записка? Первый на кухне, второй в столовой, третий в комнате монахи. Кухня и столовая, это что, разные вещи? Ни хера хорошо живут. А это разве не кухня, что идёт? Не, ну кухня, где готовят, а столовая, где жрункают. Что ты взяла, что здесь? Хватит использовать мои тактики. Я не х***а себе. Нались в комнате. Это кухня, это кухня. Да мы в Геншине уже помолились. За Валиру. И что, и всё, свобода. Ла-ша-ра. Блин, ты что делаешь? Что ты там встал? Я там уже всё собрал. А вдруг что перепрыгнет. Ага. Витя быстро ногам сваливает с вашего чудесного мероприятия. И вижу лес. Пахнет свободой. Подождите, что-то странно пахнет теперь как-то. Что там? Стоп. Вот теперь воняет, кстати, наеба... Ну и куда я попал? Изобразительное искусство. Почему тут только кабинет? Не брал бы ещё кто. Метла? Нахуй мне метла. Фэктовый зал. О, ексит, значит выход. Без вранья. Наконец выберусь, если найду ключ. Розовая дверь с розовым замком. Сразу видно. Офис Витя Бестроногова. Иду проверять подвал, чтобы все были на месте. Знаете, было бы забавно, если бы ключ у неё висел на груди. Все сбежали. Сколько же здесь этажей и всяких ко... Привет. Следую совету на картине, которая находится в комнате у главного входа в школу. Тебе понадобится длинный предмет. О май, насколько длинный. Метла! Я бросил её где-то в кабинете, потому что подумал, что я могу думать. Там какой-то замок на шкафу. Я ошибся. Наконец, у меня есть веник. Что, убраться вам здесь? А может, я и поговорю веник? Следую совету на картине, которая находится у главного входа в школу. Вот он, главный ексит. Он же ентер. Он же бак спася. У главного входа в школу. Картина. Какая картина? Я вообще не вижу здесь картин. Типа, ексит? Отличный совет. Уйти. Ой, вот она! Привет. Обычно ключи под коврик кладут они под потолку. А тут? Ну, в принципе, тоже ключ. Коробка с печеньем. Должно быть, что-то лежит в ней. Руками не открыть. Возможно, придётся бросить её с высоты. В ней слом. Лом же придумали, чтобы открывать закрытая, правильно? Или что мне открывать? Хотелось бы, конечно, голову монашки. Вы посмотрите, какая мышь заколотила печенье, чтобы соляного потом захавать. Но Витю не проведёшь. У Вити лом. Витя сегодня поест. Не трогай мои вещи, эта коробка очень хрупкая. Хочешь печеньки? Найди. Она по запаху и найдёт их. Я бы тоже разозлилась, если бы кто-то сховячил мои печеньки. Это с печеньки, она любит печеньки. Не надо. Мои печеньки. Руками не открыть. Возможно, сбросить высоты. С какой высоты? С бабки, что ли? Она высокая. Ну вот, примерно на розбабке. Что, открылась? Что, не высоко? Надо выше? Она трендит где-то. А! Блин. Что-то как резко она появилась. Да ты что? У меня с разбитой головой так вообще кайф. Как на крыше? Может комнату? Слышишь, я не печенье, я не откроюсь. Ой, это конец игры. Что, открылся? Все, здесь бить аскиз. Следующий. Это тупо. Ой, Валера. Просто веди себя прилично. Например, не сри в кровати. Все будет хорошо. Да ладно, смешно же. Это, например, не сри. В смысле? Например, не сри в кровати. Все будет хорошо. Это реально так в игре написано? Или это прикол от Вали? Все будет хорошо. Не сри в кровати, ну. Нет? Ладно, простите. Так, ну, с первого этапа я знаю, что куда, я тут уже все выучил. Еще, слушай, вспомнила игру про маньяка. Где ты от него типа сбегаешь, там и Брайн играл. И кто играл? Господи, ему армурку. Короче, много кто играл. А, Валера точно играл же. Да, точно. Уже сколько раз там от маньяков убегал. И вот очередной раз. Я часть этой комнаты. Я стул. Музыка тут. Мне нравится. И что с этим делать дальше? Кинуть с высоты. Считается ли это высотой? Конечно. Могу еще выше залезть, наверняка. Я думаю, достаточно. Летт гоу. Надо было, наверное, на землю. Этого мало. Что? Где? О, блядь. Ты меня испугала, дура. Я сломал ноги. И что, заново? Подожди. Нет. 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 Сейчас все заново. Самая мондашка. Монашка, в смысле. Амин. You know. Вот с этой высоты я открылся. И коробка должна открыться. Ну и куда ты полезла в своем возрасте? Я лучший столболист, ты меня не найдешь. Что ты за мной ходишь в твои печенье внизу? Паркур. Паркур. Что, коробка вскрылась? Это пи***ц. Да ты угораешь, и Таирс такой разбивается. А ты-то просто коробка, ты куда вообще лезешь? Кстати, реально, труба в подвал. Подвал еще обед. Наконец-то, я не хочу больше лазить по крышам, я там умер. А, это ключ. То есть я не поем. Такие плохие дети оказываются либо под землей, либо в раскаленных котлах. А где такие, какая она интересная? Что я получу, ребят, давайте ко мне. Если ключ не от этой двери, которой я думаю, я поднимаюсь на крышу и сру в дымоход. О, да. Слышь, старая, повезло тебе походу. Она такая там стоит, типа, ты дурак, мальчик. У меня машина. В смысле? Блин, он же сбежал по итогу, я надеюсь. Я уже представила, нарисовала себе в голове картину монашки за рулем вот этой вот, которая безбашенно пытается догнать ульяру. В принципе, страшно сильно не было. Вот один момент только, неожиданный был с этой монашкой, сраной, долбанной. Никого не хочу оскорбить, я имею в виду. Короче, вы поняли. Никого никогда не хочу оскорблять. Что-то как-то не ловко, честно. Когда ты сидишь и боишься кого-нибудь оскорбить, и вот так вот оправдываешь. Тут еще больше, мне кажется. Ох, да, на всякий случай осуждаю, у меня в чате тоже осуждают, и у меня в комментариях осудить. Ну, самое главное, что соседи вроде как не шумят, не бомбят. Вы, надеюсь, очень рады этой реакции. Если это так, вы знаете, что делать. Вот лайкос поставьте, напишите в комментах. Ну, с вами была Юмилька, и всем пока!